Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Эрнст Абрахам Джожефсон. Шведский художник и поэт. Специализировался на портретах, жанровых сценах из народной жизни и фольклор. Родился в 1851 году в семье торговцев среднего класса еврейского происхождения. Я цитирую данные, которые мне удалось найти в интернете. В возрасте 16 лет решил стать художником и при поддержке своей семьи поступил в Шведскую Королевскую Академию Изящных Искусств. Его основным преподавателем был Йоганн Боклунг и Август Мальмстрём. Он проработал там до 1876 года, когда получил Королевскую медаль за живопись. После окончания Академии он и его друг и коллега художник Северин Нильсон посетили Италию, Германию, Нидерланды, где копировали работы старых мастеров. Его прорыв произошел в Париже, где он смог учиться у Жана Леона Жерома в Школе Изящных Искусств. Вскоре он начал концентрироваться на портретах, в том числе многих своих друзей и соотечественных шведов во Франции. Однако его личная жизнь складывалась не очень хорошо, когда ему было под 30 он заболел сифилисом. В результате пострадала его романтическая жизнь, поскольку он был вынужден разорвать многовещающие отношения с молодой моделью по имени Кэти Оринскопф. К лету 1888 года у него начались галлюцинации, вызванные прогрессированием его болезней. Поселился на острове Бреа в Британии. Увлекся спиритизмом. Находясь в состоянии мечтательности, он писал стихи и создавал картины, которые подписывал именами умерших художников. Некоторые из его самых известных и влиятельных работ были созданы в этот период. Через некоторое время был помещен в психиатрическую больницу в Упселе. Он оставался там несколько месяцев. Диагноз был паранойя. Но сейчас его состояние, скорее всего, назвали шизофренией. Его картины стали довольно искаженными. Но его ранние работы демонстрировались на выставках в Париже и Берлине благодаря Ричарду Бергу и Георгу Паули. И он получил за них несколько медалей. За годами его физическое здоровье ухудшилось. Сначала он страдал от ревматических заболеваний, которые мешали ему заниматься живописью. Затем у него был диагностирован диабет, который стал причиной его смерти в 1906 году. Вот так вкратце из данных, которые мне удалось найти в интернете о шведском художнике-поэте Эрнст Абрахам Джозефсон. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Продолжение следует...